Библию Учат церкви Учат церкви Учат церкви Учат церкви Не страдать от гордости Доблесть на свой крест нести Учат церкви Учат церкви Кровь одна на всех течет Вместе мы один народ Так давайте будем славить вместе Бога Бог задачу дал одну Надо нам спасти страну Бог наш папа и детей У него много Как неверующих спасти Жить нам в мире любви Учат церкви Учат церкви Учат церкви Учат церкви Учат церкви Учат церкви Сегодня в церкви Настя же дверь распахнута с утра Минуло лето В церковь вновь шагают детвора Церковь здравствуй Учеба здравствуй Идем за святостью в поход Сегодня праздник Церковный праздник Встречаем мы Новый сезон Доброе утро дорогие Доброе утро молодежь Доброе утро пастыря Гости вы пришли не зря Ведь сегодня в церкви праздник Праздник 1 сентября Торжественную линейку посвященную Новому сезону объявляем Открытой Ура! Новый сезон в права свои вступает Первый в небе кружится листок Снова церковь двери открывает И за парты нас зовет звонок Кристина, может хватит все-таки Рифмами говорить? Мы же не в школе Тем более я думаю, что нашему Директору Романову Витру Ивановичу Не понравится это Да, возможно хватит рифмы Но не один ведущий ты сейчас Директор у нас очень милый Он любит каждого из нас Ясно Ладно, сейчас мы проверим на самом деле Кого он любит, каждого или нет Потому что сейчас На этой сцене выйдут наши плохиши Второгодники Которые оставались на второй год уже пять раз Но в этом году они решили исправиться и стать лучше И сочинили для нас стишки Встречайте, Богдан Змеев и Хренов Марк Мы с Марком написали для вас стишок Но мы его забыли Поэтому мы споем для вас рэп ХЦВ Страшный шторм и будем на волне ХЦВ Град не победит стоящий на холме ХЦВ Переносим трудности везде Наш Бог здесь Славь его на всю Пока голос есть Радость есть Значит, Бог здесь Четыре Евангелия Вот наша сила В директно играла Любовь победила Мы как спорткар Цветой дух наш бензин Бог за все заплатил Я куплю магазин Мы не Моргенштерн Мы гораздо круче Мы носим спортивки Мы не носим Гуччи Я достаю из шкафа зонт Этой осенью расширит Бог наш горизонт ХЦВ, сериал У нас новый сезон Столько событий ожидает Божий дом На женский выезд приезжай и зови всех Зови всех Там сто красоток сладких Как Милл Шейк Не важно в клетку, тетрадь или в линию В нашу школу приходи изучать Библию ХЦВ, в страшный штор я буду на волне ХЦВ, град не победи стоящий на волне ХЦВ, переносим трудности везде Наш Бог здесь Славь его, пока голос есть Новый сезон, брат, летай двумя ногами Водное крещение будет до живания Курс основа покажет куда идти Некст-джен, ты смотри не пропусти На евангелизации быстрей врывайся Ведь людям ты не скажешь просто так спасайся Если получил в левую, подставь в правую Вот так в ринге обоснут ХЦВ, в страшный шторм мы будем на волне ХЦВ, град не победи стоящий на холме ХЦВ, переносим трудности везде Наш Бог здесь Славь его на всю, пока голос есть Вау Спасибо большое, Марк Богдан, вы молодцы Вы все герои Спасибо большое Я думаю, еще один год вам точно лишним не будет Ну что Друзья Дорогие ученики Учителя Позади осталось наше лето Море Лагерь И веселые деньки Мы его лучи букеты В своем сердце целый год храним Новый сезон Это старт больших деяний Старт новых планов И призыв к мечте Мы все уверены Бог с нами рядом Мы вместе с Ним На новой высоте В новом сезоне мы приготовили для вас множество мероприятий Евангелизационная школа 12 сентября Молодежный движ «Шторм» с 20 по 21 сентября Водное крещение 5 октября Ежегодная конференция «Виденье ЗИН» с 25 по 27 октября Выездной пост с 7 по 9 ноября Библейская школа с 11 по 28 ноября День благодарения 17 ноября Женский выезд с 22 по 23 ноября Мужской выезд с 5 по 7 декабря Рождество 22 декабря И Новый год 31 декабря И конечно мы никуда без нашего педагогического состава Наши любимые учителя То есть кураторы Вот они красивые с ленточкой И все изображены на экране Сейчас нам покажут Мы чтобы ознакомились со всеми Можно им аплодисменты отдельные дать Это наш педагогический состав Вот они все здесь на картинке С трепетным волнением мы встречаем Первое родное сентября Новый сезон отсчет вновь начинает И фанфары в честь него звучат Давайте все вместе посмотрим Что же нас ждет в новом сезоне Внимание на экран Новый год Новый год Новый год Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну, а сейчас, дорогие друзья, нас выйдет поздравить и перерезать ленту открытия наш директор, пастор Виктор Иванович. Поприветствуем бурными аплодисментами. Спасибо, спасибо, Лев, спасибо, Кристина. Дайте еще им аплодисменты, такие красивые ведущие. Все сегодня очень красивые, нарядные, потому что праздник, потому что начало нового сезона. И этот год, год Божьей славы, хочу я вам всем напомнить. Он не закончился. Мне кажется, мы только входим в его основную пиковую часть. Иоанна 15 глава, 8 стих, написано, «Затем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Здесь есть ученики Иисуса Христа? Я ожидаю от вас, от себя, и я верю, что Бог ожидает от Христианского Центра Восстановления в этом году множество плода. В этом новом сезоне Он ожидает, что все мы будем учиться. Пойдем на евангелизационную школу, на школы основы библейские. У нас будет много материалов новых, поэтому давайте будем настраиваться, выходить из зоны комфорта, входить в новое. Это будет чудесное время. А сейчас я бы хотел, чтобы вы поднялись, и мы все вошли в новый сезон, визуально перерезали ленточку. Мне нужны будут громкие аплодисменты. Давай прозлай, душа моя, Господа, Господа, давай прозлай, душа моя, Господа. Давайте славить, друзья, я славлю вдали, давайте славить Бога, и входить на славу с правильными сердцами, с правильными мотивами. Пока я уверен, и сомненьем томимый, врагом окруженным, я воздам слава Богу. Хвала — это воды, враги в них утонут. Пока есть дыхание, есть основание. Славь, душа моя, Господа, славь, душа моя, Господа. В порыве эмоций, и когда я спокоен, Я славлю, ведь знаю, что все под контролем. Хвалой я сражаюсь, это больше, чем звук. Славь, душа моя, Господа, славь, душа моя, Господа. Я буду кричать, живочком спасать, но ты это не унижай. Давай прослай, душа, Господа. Давай прослай, душа моя, Господа, Господа. Ты царь вселенной, ты в силе грядешь, ты смерть победил, и ты в славу ведешь. Ты верный вовеки, ты истинный Бог, сильнее тебя в мире нет никого. Ты царь вселенной, ты в силе грядешь, ты смерть победил, и ты в славу ведешь. Ты верный вовеки, ты истинный Бог, сильнее тебя в мире нет никого. Славь, душа моя, Господа, славь, душа моя, Господа. Я буду кричать, живочком спасать, но ты это не унижай. Я буду кричать, живочком спасать, но ты это не унижай. Давай прослай, душа, Господа. Славь, душа, Господа. Давай прослай, душа моя, Господа, Господа. Давай прослай, душа моя, Господа. Давай прослай, душа моя, Господа. Ты царь вселенной, ты в силе грядешь, Ты свет победил и ты в славу ведешь. Ты верен в веки, ты истинный Бог, Сильнее тебя в мире нет никого. Ты царь вселенной, ты в силе грядешь, Ты свет победил и ты в славу ведешь. Ты верен в веки, ты истинный Бог, Сильнее тебя в мире нет никого. Славь душа Господа. Подними руку и спой. Славь душа Господа. К нему, к нему, к нему. Славь душа Господа. Только ему. Славь душа Господа. Только стал бы и петь с вами. Славь душа Господа. Громче. Славь душа. Отец не достоин славы. Славь душа. Господа. Славь душа Господа. Славь душа Господа. От всего сердца. Господа. Аллилуйя. Дум хвалы. Возкликни глазом радости. Голос радости в Доме Божьем. Аллилуйя. Аллилуйя. Давай ему славу. Давай ему славу. Громче, 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 громче. Аллилуйя. В поисках был я, рядом любовь была Нашел дорогу ты ко мне, шепотом тихим Влег ты меня к себе, навек принадлежу тебе Теперь вижу ясно мой Бог за меня Ты, ты не уйдешь Любовь не бросит нас, это знаю я Окружает любовь со мной всегда Верю я в тебя, ты ведешь меня Доверяю и знаю, не подведешь Неизменен ты жажду тебя Любовь не бросит нас Любовь не бросит Любовь 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 не бросит нас Слышишь молитву, когда я забуду тебя Оставь, что придешь ко мне, ярко раскрасить Милость Милость Любовь 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 Со мной всегда Верю я в тебя Ты ведешь меня Доверяю и знаю Не поведешь Не изменит их жажду тебя Любовь не бросит нас Любовь не бросит Любовь 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 не бросит Любовь 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 не бросит нас Любовь Любовь Доверяю и знаю, не подведёшь, неизменен ты, жажду тебя. Любовь не просит нас, любовь не просит нас. Ты не один! Великий Бог! Тебя любит и знает безгранично. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава, слава Богу! Слава, хвала, хвала Ему! Ты прежде слов моих пришёл на помощь мне. Бог, Ты всегда был так благ ко мне. Был недостоин я, но Ты оправдал меня. Милостью Бог ко мне всегда. О, непостижима, бесгранична Бог, любовь Твоя. Ты оставил девяносто девять, чтоб найти меня. Не заслужил я, не заработал, Ты отдал всего себя. О, непостижима, бесгранична Бог, любовь Твоя. Ты вместо врага смерть принял на кресте. Бог, Ты всегда был так благ ко мне. Был недостоин я, но Ты оправдал меня. Милостью Бог ко мне всегда. О, непостижима, бесгранична Бог, любовь Твоя. Ты оставил девяносто девять, чтоб найти меня. Не заслужил я, не заработал, Ты отдал всего себя. О, непостижима, бесгранична Бог, любовь Твоя. Ей! Любовь Твоя! Тьму светом поглощаешь ты, Горы покоряешь в поисках меня. Ты стены сокрушаешь, Ложь опровергаешь все ради меня. Тьму светом поглощаешь ты, Горы покоряешь в поисках меня. Ты стены сокрушаешь, Ложь опровергаешь все ради меня. Тьму светом поглощаешь ты, Горы покоряешь в поисках меня. Тьму светом поглощаешь ты, Горы покоряешь в поисках меня. Тьму светом поглощаешь ты, Горы покоряешь в поисках меня. Тьму светом поглощаешь ты, Горы покоряешь в поисках меня. Тьму светом поглощаешь ты, Горы покоряешь в поисках меня. Не заслужил я, не заработал, Ты отдал всего себя. Я не заслужил я, не заработал, Ты отдал всего себя. Любовь Твоя Святой, Святой, Любовь Твоя Я вас прошу, давайте уйдем в нужную присутствие Давайте встретимся лицом к лицу с нашим Творцом Откроем свои сердца, берем всякую суету Ты оставил, Дианоска, девять, чтоб найти меня Не заслужил я, не заработал Если ты еще надеешься заработать или заслужить напрасно Возвездие за всякий грех сверху Не заслужил я, не заработал Ты отдал всего себя О, небосвежима Господь Поэтому просто принимай Принимай сейчас Его любовь О, небосвежима Безгранична, Бог, любовь Твоя Ты оставил, Дианоска, девять, чтоб найти меня Не заслужил я, не заработал Бог искал именно тебя Ты отдал всего себя Ты здесь сегодня не случайно Это Бог тебя нашел и сюда привел Поэтому даже если ты ничего не понимаешь Просто подними к Нему руки И принимай Его любовь Принимай Его милость Прими Его искупительную жертву сейчас на этом месте Вся жизнь может сейчас измениться Потому что меняешься ты Меняются твои отношения с Богом Пусть светом поглощаешь ты Горы покоряешь в поисках меня Бог пусть будет больше тебя на этом месте Я прошу тебя Ты стены сокрушаешь Ложь обыграет, что она в небе Тьму светом поглощаешь ты Всякая неправда, цепь и греха Разрушаются на этом месте Именем Иисуса Христа Ты стены сокрушаешь Во имя Иисуса Христа Мы входим в новый сезон Обновленные, искупленные Тьму светом поглощаешь ты Горы покоряешь в поисках меня Ты стены сокрушаешь Ложь обыграет Все ради меня Тьму светом поглощаешь ты Горы покоряешь в поисках меня Иисус, Иисус Ты стены сокрушаешь Ложь обыграет Все ради меня Бог не подстержима Друзья, а зал честно не слышно Слова пишут, пишут Ты оставил тебе 90 дней Чтоб найти меня Не заслужив я Не заработал Ты отдал всего я Ты запел, чувствуешь, как божья слава пришла Давай не останавливайся Еще пой ему, пой 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 Отец Небесный, я благодарю Тебя за христианский Центр восстановления, я благодарю Тебя за каждого из нас, Ты избрал, Ты оправдал, и пусть каждый из нас исполнит то, для чего Ты нас сотворил, Господь. Пусть каждый войдет в Твою радость, пусть Твой мир придет на каждого из нас сейчас, пусть Церковь Твоя будет светом в этом городе. Мы благословляем Москву, мы благословляем Россию. Я благословляю все проекты, каждую домашнюю группу, каждое служение, каждое воскресенье, все конференции, мероприятия, все, что ждет Церковь в новом сезоне, мы сейчас благословляем и просим Тебя, Господь, созидать. Пусть Твои ангелы помогают, пусть сверхъестественная благодать будет во всем. Пусть Твоя слава наполняет нас, пусть Твоя слава наполняет каждое служение. На этом месте, сегодня, Тебе вся слава, Великий Бог. Тебе вся честь, потому что только Ты достоин. Тебе вся честь, Тебе, Тебе, Отец Небесный, Тебе, Иисус Христос, Тебе, Дух Святой, Тебе вся слава на этом месте. Ты непостижимый, ты непостижимый. Слава, слава, слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя переводится слава Богу. Поэтому смело говори Аллилуйя. Аллилуйя. Вся слава Тебе. Бог Сидержитель. Бог Сильный. Бог Крепкий. Вы знаете, наш Бог, Он Бог чудес. И я в новом сезоне ожидаю множество чудес. Я верю, что Его слава обильно будет наполнять жизнь каждого из нас. Спасибо Тебе, Господь. Я готов. Скажи, я готов. Я готов, Господь, принимать Твою славу. Я готов видеть Твои чудеса. Я готов идти за Тобой, Господь. Вот Я. Влеки Меня. Вся слава Тебе. Вся слава Тебе. Вся честь Тебе, Великий Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. Приветствую вас, Христианский Центр Восстановления. Я приветствую вас, Христианский Центр Восстановления. Отдохнувшие, свежие, загорелые, заряженные к новому сезону. Правильно я все говорю, да? Да, это мы. Я знаю, что еще не все вернулись с отпусков, но большинство уже на месте. Я хотел бы сохранить нас от плавных переходов. Я верю, что сегодня и сейчас мы входим в новое. Как эту ленточку я сегодня перерезал, так и ты сегодня должен перешагнуть в новый сезон. Два месяца раскачиваться. Времени на раскачку нет. Резко. Вот так вот мы входим. Мы входим. Одним днем. И эта ленточка, все это визуализация, все это, чтобы психологически мы могли отделять сегодняшнее утро от сегодняшнего вечера. И я верю, что они будут отличаться. А есть у нас гости? Кто сегодня вообще первый раз в гостях у нас? Помашите мне рукой. Здравствуйте. Еще, еще. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мужчины. Здравствуйте. Еще кто в гостях? Здравствуйте. 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 Я уже рук восемь увидел. Девять. Все здравствуйте. Мы вас приветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу сказать, что вы здесь не случайно. Если вы вдруг подумали, что вы тут случайно, вы просто пришли посмотреть, так сложились обстоятельства. Ничего подобного. Вас сюда привел Бог. Сам Бог так устроил все обстоятельства. Может быть, использовал кого-то из братьев или сестер, чтобы вы сегодня здесь были. Поэтому скажи Ему за это спасибо. Бог хочет иметь причастность к твоей жизни, к твоим победам. Он хочет прославиться в твоих проблемах. Поэтому Он тебя сегодня сюда привел. Я вас всех поздравляю с этим. Мы входим в новый сезон. Мы молились, честно, чтобы вы пришли. Я молился. Я каждое воскресенье молюсь. Я говорю, Господь, пусть придут новые люди. Очень хочется, чтобы больше людей встречалось с Богом живым и Богом истинным. Я за это очень ревную, очень об этом переживаю. И я знаю, что мы как церковь за это несем ответственность. И у нас, у каждого есть молитвенные списки. Или они были. Мы про них забыли. Или там уже имена устарели. Я прошу, давайте сейчас с вами обновим эти молитвенные списочки. У ашеров есть закладочки вот эти. Есть ручки. Здесь есть люди, за которых я молюсь запланированно. Это мои друзья. Это мои неспасенные верующие. И я их сюда вписываю. Когда-то меня так записали. И я знаю, что многие из вас спаслись, потому что их записали в молитвенный список. За них молились. Бог своими путями что-то делал в нашей жизни. И сегодня мы славим Его. Мы наслаждаемся Его присутствием. Сегодня мы возрождены духовно. Наши имена записаны в книгу жизни. И сегодня твои молитвы могут также повлиять на чью-то судьбу и даже на поколение, народ. Поэтому запиши молитвенный списочек. Каждое воскресенье мы будем молиться. У меня молитвенный список лежит в Библии. Каждый день, когда я читаю Библию, я достаю его. Я благословляю этих людей. Люди, за которых я молюсь запланированно. Это люди, которых я уже знаю. Люди, за которых я молюсь не запланированно. Этот списочек, он пополняется с нашими новыми знакомствами. И Бог будет приводить к вам людей, за которых нам с вами нужно будет молиться. Поэтому давайте будем бодрствовать. Давайте внимательно будем смотреть на свое окружение. На своих коллег по работе. На своих соседей в наших домах. Спасешься ты, спасется дом твой. Наши друзья, одноклассники, может быть, родственники. Ты можешь быть дверью, которая впустит Иисуса Христа в целое поколение. Даже если по этой молитве спасется один человек, Друзья, вы не останетесь без награды. Ничто не радует и ничто не делает так счастливым, как понимание, что ты повлиял на чью-то жизнь. Возьмите, дома допишите, если сейчас уже что-то написали. Может быть, два-три человека быстро пришли вам на разум. И у вас такая мысль, да нет, спасется кто угодно, только не он. Так думали про меня. Я был везде такой, кто последний должен был стать верующим человеком. Тем более священником, тем более пастором. Но у Бога есть свои планы. Поэтому, если какая-то фамилия, тут мысль просто тебе пришла, записывай. Все это от Бога. Господь, мы благословляем наши списки. Мы уповаем на Тебя, Отец Небесный. Нам нужна Твоя помощь, Дух Святой, чтобы достигать их. По этой молитве мы просим, обличи их в том, что не веруют в Тебя. Пусть они узрят в Тебя, Бога Живого. Увидят путь, истину и жизнь. Пусть все эти греха будут разрушены именем Иисуса Христа. Всякая тьма, покрывало, которое не дает им видеть Твою славу Господь. По этим молитвам пусть будет снято прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа мы благословляем их. Дай нам мудрости свидетельствовать им о Тебе. Дай нам мудрости достигать их и являть Тебя. Быть ответом. Быть светом. Быть солью. Быть восстановителями развалин во имя Иисуса Христа. Это такая честь. Быть Твоим инструментом на этой земле, в этом городе. «Спасибо Тебе, Господь!» Воздайте славу Богу! Слава Тебе, Господь! «О непостижима, Господь, любовь Твоя!» «О непостижима, безгранична Бог, любовь Твоя!» «О непостижима, безгранична Бог, любовь Твоя!» «Ты оставил Тебя, но сто девять, чтоб найти меня!» «Не заслужил я, не заработал!» «Бог тебя простил!» «О непостижима, безгранична Бог, любовь Твоя!» «О непостижима, безгранична Бог, любовь Твоя!» «Ты оставил меня, но сто девять, чтоб найти меня!» «Не заслужил я, не заработал!» «Ты отдал всего себя!» «О непостижима, безгранична Бог, любовь Твоя!» «О непостижима, безгранична Бог, любовь Твоя!» «Прошу Тебя, Отец, пусть Твоя любовь наполняет каждого из нас!» «Не заслужил я, не заработал!» «Всякий страх, сомнение, неверие!» «Уходит во имя Иисуса Христа прямо сейчас!» «Любовь Твоя любовь!» «Приходит Твоя любовь, Господь!» «Твой мир!» «Твой покой!» «Твоя слава!» «Твоя сила!» «Ты покрываешь нас, Господь!» «О, Иисус!» «По Твоей сенью мы покоимся!» «Ты — наше прибежище!» «Ты — наша защита!» «Тебе слава на этом месте!» «Иисус, Тебе вся честь!» «Слава, слава, слава, слава!» «Слава Тебе!» «Слава, слава Тебе!» «Слава!» «Слава!» «Тебе, Иисус, слава!» «Слава, слава!» «Насколько можно, Господь, дай познать!» «Расширяй наши сердца!» «Просветляй наши умы!» «Чтобы мы были способны Тебя познавать!» «Меняться в Твою славу!» «Видеть Тебя в каждом дне!» «Воздайте славу Богу!» «Слава Тебе, Господь!» «Аллилуйя!» Спасибо, группа «Прославление», спасибо большое всем музыкантам Дмитрия, Людмила. Спасибо, спасибо, Рита. Рад видеть тебя в новом сезоне. Я рад видеть каждого из вас. Здравствуйте, здравствуйте. Кто рад меня видеть, помашите мне рукой. Напросился, спасибо. Надеюсь, вы были искренни. Еще дайте аплодисменты Богу. Спасибо тебе, Отец Небесный, спасибо тебе, Бог, сильный Бог, крепкий. Я верю во времена. Я верю в сезоны. Я знаю, что есть люди, для которых каждый день он одинаковый. Они не различают времена. Для них что вчера, что сегодня, что завтра. Я не такой. И я знаю, что Бог не такой. Бог творит все новое. Его милость, она обновляется каждый день. И я знаю, что сегодня не просто первое сентября. Я знаю, что не просто там новый сезон, перерезали ленточку. Я знаю, что Бог сейчас ожидает от христианского центра восстановления. То, что мы поднимем руки, которые опустились. То, что мы вернемся на те пути, с которых мы сошли. Те высоты, которые мы не могли взять, где мы уже сдавались. Сегодня мы снова скажем, Господь, я попробую еще раз. Я попробую еще раз. У меня есть колоссальный опыт. У меня есть Твоя благодать. Есть сила. У меня есть церковь, которая поможет мне войти в мое призвание. Которая поможет мне открыть мои дары, таланты. У меня есть все, что мне нужно. И я знаю, что сегодня ты ждешь, что я встану и скажу, Господь, я пересматриваю свою жизнь. Я вхожу в новое. Если мы будем ходить старыми тропами, старыми дорогами, мы не войдем в новое. Старые дороги, ветхие пути не ведут к новым целям. Логично? Логично. Поэтому очень важно, чтобы вы были открыты сегодня к новому. К новым тропам, которых Бог вам показывает. Я верю в новый сезон. Когда-то Ренхард Бонке, он сказал, что время серпов прошло, пришло время комбайнов. Ему Бог так сказал. И он собирал миллионные евангелизации, потому что ему Бог открыл, что пришло новое время. И я верю, что Бог сегодня открывает тебе, твою землю. Бог сегодня устраивает все для того, чтобы ты шел и начинал новые проекты. Чтобы ты нес новую атмосферу в новые домашние группы. Мы будем сейчас все совершенствовать, все поднимать на новый уровень. И вопрос, готов ли ты к этому. Новый сезон. Знаете, как в сериалах. В новом сезоне появляются новые герои. Новые звезды будут зажигаться в новом сезоне. Но в новом сезоне также и уходят на затворки старые герои. Те, кто раньше был на первых местах, первые станут последние, последние станут первыми. Так устроено Царство Божье. И так устроена Церковь. Она растет. Она движется. И вопрос, насколько мое ухо открыто, чтобы я мог слышать и мог применять. Чтобы я был живой. Поэтому я скажу несколько мыслей. Что нужно для того, чтобы я вошел в новый сезон? Чтобы Бог сотворил все, что Он хочет в моей жизни сотворить в новом сезоне. Что для этого нужно? Что нужно, чтобы мне не потеряться? Чтобы мне не остаться на месте? Чтобы мне не продолжить жить так, как я жил? Верующие, они склонны жить ожиданиями. Все время что-то ждут. Привыкли ожидать. И слабенько реагируют на новое. То, что Бог творит все новое. Когда пришел Мессия, пришел Иисус Христос, верующие, священники, фарисеи, они не узнали. Они не узнали. Те книжники, которые изучали ежедневно, как Он должен прийти, какие знамения должны произойти. Они не распознали этого времени и продолжили жить так, как они жили. И даже за это боролись. И даже за это распяли Иисуса Христа. И потом убили апостолов. Потому что не были способны что-то менять. Потому что религия глубоко вросла в их жизни. Поэтому наш Бог живой. Кто верит, что Бог живой? Это первое мое глубокое откровение. И я до сих пор уверен, что вы не понимаете. До вас до сих пор не доходит, что Бог живой. Вы все думаете, что это какая-то как программа. Или там что-то там нужно сделать. Как-то его задобрить. Что-то там вот так вот. И что-то там ты вобьешь. 30 раз в 90-м салом прочитаешь. И Бог как-то на это среагирует. Бог живой. И Бог, Он Бог живых. Поэтому готов ли ты выходить из зоны комфорта? Готов ли ты к изменениям? Реагировать на то, что Бог сейчас уже начинает делать? Уже сейчас. Видите, уже новое служение. Уже все по-новому. В церкви уже все по-новому. В жизни в твоей все уже по-новому. Но у тебя в разуме может быть все по-старому. Апостол Павел писал к церкви. Говорит, я молюсь, чтобы вы были укорененные в любви. Ну, укоренились уже. Что Бог вас любит. Что Бог вас принимает. Что вы дети. Что превыше всего любовь. Но уже в этом будьте укоренены. Нет, знаете, церковь все время нужно питать молоком. Ну, не нашим. Не вас, не тебя конкретно. Соседа твоего. Посмотри на него. Вот ему нужно молочко. В чем оно заключается? В том, что Бог тебя любит. Любит. Уже утвердись раз и навсегда. Корни пусти. И идем дальше. Что Бог ожидает от тебя. Это уже следующий шаг. А вот здесь вот мы уже пустили корни. Понимаете? Мы уже так привыкли к нашей христианской жизни. Ты уже все распланировал. У тебя уже есть твои 20 минут с утра, которые ты молишься. У тебя уже есть 3 тысячи, которые ты кладешь в корзину. Хотел сказать 30. 30 тысяч есть, которые ты кладешь в корзину каждое воскресенье. У тебя уже все четенько. И ты так живешь. Каждое воскресенье. Каждый день. Но Бог творит новое. Бог ведет дальше. Мы укоренены. Уже сейчас время Рутюба, ВК-видео. Все по-другому. А мы еще с Ютюбом не разобрались. Мы еще в Ютюбе. Я еще не научил вас ставить лайки и просмотры. Я еще там не сдвинулся. А уже Рутюб надо было скачать, зарегистрировать. И уже смотришь мир, уже весь ВК-видео в Рутюбе. А церковь, я на молодежке лидеров говорю, ты ракету поставил. Ржет с меня, говорит, какую ракету? И я вижу ваши недоуменные взгляды. Друзья, в Рутюбе есть ракета. Есть ракета, которая продвигает видео вперед. Но все сейчас, вся страна сейчас в Рутюб входит. И уже вошла, а мы верующие, знаете. А мы все. Я не знаю, что ты будешь ждать. Последние. Сыны века сего проворнее. Плохо. Поэтому в новом сезоне ты должен быстро реагировать. Ты должен первый реагировать. Не смотреть на остальных. Остальные должны смотреть на тебя. Это мысль нового сезона. Запиши ее, запомни. Я не знаю, на скрижалях сердца. Ты не должен смотреть на остальных. Остальные должны смотреть на тебя. Мы церковь. Мы тело Христово. Но при этом, при всем, я извиняюсь, каждый сам за себя. Двое в одной постели. Один возьмется, один останется. Вознесение церкви, знаете, как будет? Не все мы, 600 человек, пюф, и вознеслись. Нет. Тот, кто посвятил свою жизнь Богу по-настоящему, кто духовно возрожден, он вознесется. А на соседнем кресле человек, возможно, еще просто живет в старом и борется с новым. Но, Иисус предупреждал, говорит, больше всего, говорит, берегитесь закваски фарисейской. Вот она, в чем закваска фарисейская. Это когда у тебя все, видимо, все хорошо. И ты не готов двигаться вперед. Поэтому, первое, я вас прошу, будьте живые. Ну, живые. Идите в новое. Совершенствуйтесь. Начинай больше молиться. Приходите на ночные молитвы. Бог призывает. Принимайте участие в конференциях. Учитесь в школах. Женские выезды. Пост у нас будет просто. У нас все будет. Вопрос, ты там будешь? Или ты, как в прошлом году, пойдешь зарабатывать деньги? Или найдешь оправдание, почему ты там не можешь быть? Понимаешь? Старые пути. И ими ходят одни и те же. Но есть те. Которые верные. Которые, говорят, верен обещавший. Которые идут вперед. И я в новом сезоне принимаю решение быть верным. Я принимаю решение быстро реагировать. Быть живым. Быть подвижным. Потому что церковь идет за Богом. Церковь – это тело Христа. Мы сегодня в конце проповеди будем принимать причастие. Мы будем каяться. Мы будем снова входить в Его присутствие, под Его покров. Мы будем воцерковляться. Многим из вас нужно воцерковиться. заново, еще раз стать частью тела. И если сегодня ты здесь, то это большая Божья милость для тебя. Это значит не поздно. Значит, ты не остал. Не отстал. Значит, ты не потерялся. Я уже в служении долго. В этом году исполнилось 10 лет, как я несу пастырское служение. А как я лидер, как я пресс-фитер, так это уже давно 17 лет. И я много видел людей, которые говорят, пастор, ну сейчас я замуж выйду, там, чуть-чуть дома детей воспитаю. Вот сейчас я немножечко денег заработаю, ипотеку выплачу. Или наоборот, ипотеку мне дадут, нужно показать зарплаты. А потом я вас догоню. Потом я как из-за угла, знаете, черепаха с зайцами там бегала. Ладно. Раз такой, и снова я с вами. Все хорошо, пастор, я с вами. Никто не догнал. Знаете, сколько я таких людей проводил? В мир. В суету. В заботы века сего. Я их просто, они говорят, пастор, сейчас все. Сейчас быстренько, раз-раз-раз, а потом я вот догоню. Никто не догоняет. Не догоняют. Поэтому мне в новом сезоне страшно, что я потеряюсь. Страшно, что я отстану. Это страх Божий. Это не тот страх, который делает несчастным. Это тот страх, который мотивирует искать Божьего лица. И если ты сегодня здесь, ты избран Богом. Бог тебя сегодня сюда привел. Значит, в новом сезоне Бог от тебя ожидает. Бог ждет. Римлянам. Нет, не римлянам. Все-таки послание римлянам. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, вводимые духом Божьим, суть сыны Божьи. Я верю, что в новом сезоне дух святой будет тебя лично вести. Дух святой будет тебе показывать правильные двери. Дух святой будет тебя укреплять и направлять. Но для этого ты должен быть способен дела плоти умерщвлять. Потрясающие ночные молитвы. Я был в пятницу на ночной молитве. Божье присутствие было сильнейшее. Я молился за новый сезон, и я видел, мы постились за новый сезон. Бог благословлял новый сезон и благословляет каждого из нас. И мне понравилась семья Врадисов с Давидом. Я не знаю, сколько там Давидов, месяца четыре еще. Ну, поправьте, если я. Семь? Ого! Ну, взрослый уже, подросток. Семь месяцев. И он на ночной молитве вместе с мамой в этом мешочке, или как он называется, кенгурят в карманчике, Врадис взял микрофон Артема. Он там что-то орет, услышал папин голос. И я думаю, а сколько сейчас интересно верующих, у которых детям по десять лет уже. А они все оправдывают себя, что у меня взрослый, у меня же ребенок, я не могу пойти на ночную. А эти идут, потому что их дух ведет. И приходится умершвлять дела плоти. Мы строим здания, делаем ремонт. И я знаю, что дух святой будет водить в новое. Но будет плоть, которую тоже нужно будет умершвлять. Нужно принимать будет в этом участие. Бог будет начинать новые проекты с нашей с вами помощью. И будет плоть, которая будет восставать. Но вопрос, что избираешь ты? Жить по плоти? Или по духу? Все, вводимые духом божьим, суть сыны божьи. Не все, кто ходит в церковь и говорят, ну, отец небесный, он мой отец, я его сын, а в моей жизни почему-то ничего не происходит. Более того, тление происходит в жизни. Ну, знаете, такого все, ничего не хочется. Апатия, депрессия. В церковь ходить не хочется, развиваться не хочется. Ничего нового не хочется. Даже хочется бросить старое. У кого так было? У меня. У меня так было. Вы святые все. У меня так было. Знаете что? Это плоды плоти. Это когда ты не по духу, а по плоти начинаешь жить, то ты затухаешь. Приходит тление. Но когда ты по духу, приходит огонь. Поэтому в новый сезон мы будем входить, ища его воли на свою жизнь. Господь, где ты хочешь меня видеть? Что мне нужно поменять? От чего мне нужно избавиться? И что мне нужно приобрести сейчас, сегодня? Что мне нужно перестать делать? И что мне нужно начать делать? Сегодня, с этого же дня. И я не просто про диеты и спорт. И про это тоже. Я про угождение Богу. Про исполнение Его воли. Я верю, что сейчас есть благодать. На освобождение от греха. Я верю, я знаю. Может быть, ты погряз в суете. Сегодня, сейчас Бог будет освобождать тебя. Мы будем молиться, будем принимать причастие. И ты будешь входить в святое святых. Ты будешь принимать новый образ. И важно, чтобы в этом новом образе ты устоял. Чтобы завтра ты не вернулся к старым делам, к ветхим путям. Чтобы ты ишел в новое. Галатам. Первая глава, 15-16 стих. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший меня благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Апостол Павел. Человек, благодаря которому мы сегодня имеем спасение. Знаем Иисуса Христа. Потому что Бог его призвал к язычникам. И он говорит, я не стал советоваться с кровью и плотью. Поэтому первое, что приходит, когда Бог тебе что-то говорит, ты начинаешь советоваться со своей кровью и плотью. Может быть с родными и близкими, с теми, кто не ходит Божьими путями, кто живет по плоти, у кого другие ценности. Апостол Павел говорит, я не стал с ними советоваться. Я пошел туда, куда Бог меня призвал. Я начал делать то, для чего меня Бог избрал. И каждого из нас здесь сегодня Бог избирает. Вопрос, какое решение я приму? Смогу ли я устоять в этой свободе, которую дает Иисус Христос? Евреям 12 глава, 12-13 стих. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми святыми и святость, без которой никто не увидит Господа. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Я добавил, старайтесь иметь мир со всеми святыми. И когда я говорю, что пришло время в полноте наслаждаться Божьей святостью, Его избранием, быть инструментом в Его руках, бросить все грехи, а мыть руки от всякой неправды. Возможно, ты физически там, не знаю, не куришь, не пьешь. Слава Богу, я тоже. Но ты молодец. Ты не грешишь, матом не ругаешься. Я тоже. Классно. Но, хромлющая, возможно, ты где-то завидуешь, где-то сплетничал, где-то кого-то осуждал. С каким-то братом у тебя недоразумение, у тебя конфликт. Я верю, что, войдя в новый сезон, мы должны решить эти проблемы. Оставить это все в старом. Оставить это все в августе 24-го. Войти чистыми. Без святости никто не увидит Господа. Я хочу видеть Бог тебя. Я хочу видеть твою славу. Твои исцеления. Твои ответы. Твои решения. Твое лицо. Твое пробуждение. Я хочу видеть. И я верю, что ты тоже хочешь видеть. Но без святости мы не увидим. И апостол Павел говорит, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющая не совратилась. Есть хромлющая вокруг нас. Есть люди, которые хромают, которые не идут никуда. И глядя на нас, сейчас решается их жизнь. Либо они восстановятся, видя то, как мы укрепили свои руки, как мы припоясали свой разум, уповая на его благодать. Видя то, как мы стали твердо, шатались нам на этих путях, знаешь, вот так вот. Стал твердо. Ноги ослабевшие укрепил, сказал, я иду за тобой, Господь, я возвращаюсь на твои пути. И рядом то, что хромало, видя это, они укреплятся. Чтобы хромлющая не совратилась, а лучше исправилась. Старайтесь иметь мир со всеми. И святость. Старайтесь. Это усилие. Поэтому в новом сезоне я вас призываю, давайте будем стараться. Давайте будем вникать в себя и в учения. Давайте будем живыми, у которых живой Бог, которые слушают, что Он им говорит, которые открыты ко всему новому, которые готов завтра делать новое. больше вникать в Слово Божье, больше вникать в Слово Божье. Смотреть проповеди, смотреть проповеди. Ставить ракету на Рутюбе, записаться, записаться. Ходить на школу евангелизации, на евангелизации, да. Начать не пропускать домашние группы, да. Начать не пропускать воскресные служения, да. Давайте. это все усилия. Мы не плывем по течению. Более того, мы идем узкими вратами. Мы идем против течения. И этот год Божьей славы для христианского центра восстановления, а значит лично для тебя. И будет свидетельство его победы, его верности только при нашем усердии. Если мы будем верны, если мы как церковь сплотимся и будем едины. Поднимитесь, пожалуйста, у нас сейчас будет причастие. Я прошу группу порядка начинать уже раздавать. У нас будет время сейчас переоценки. Где церковь, а где я? Насколько я с церковью? Насколько я в теле Господнем? Насколько я вхожу в новое? Насколько я в святости и чистоте? Насколько я сейчас позволяю себе укрепить руки? Руки опустились. Но я их сейчас поднимаю. Ты способен сейчас поднять руки, которые опустились? Возможно, даже сегодня с утра еще не планировал этого. Ты думал, просто схожу в церковь. Но сейчас Бог тебе говорит, вот, что тебе нужно сделать. Поднять руки, которые опустились. коленки, которые уже подсогнулись от тяжести, от ответственности, должны выпрямиться. Первое Коринфянам. Двенадцатая глава с четырнадцатого стиха. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она поэтому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно поэтому не принадлежит к телу? Если же все тело глаз, то где слух? если все слух то где обоняние но бог расположил члены каждый в составе тела как ему было угодно ты здесь потому что бог так решил ты такой потому что бог тебя таким создал ты индивидуален потому что бог так решил и у тебя что-то получается потому что бог это в тебя вложил бог ждет что ты этим будешь служить ему бог избрал тебя поэтому не смотри на глаз не смотри на соседа и вот а я не такой а вот такой значит я не могу служить ему потому что я не служу не так как он мы все разные христианский центр восстановления объединяет разных людей с разными дарами с разными талантами вокруг одной цели исполнить волю божью явить его славу мы нужны друг другу ты нужен не я нужен тебе тебе нужна церковь чтобы вести тебя в твои призвание ты сам не сможешь но бог расположил члены каждой составе тела его как ему было угодно а если бы все было один член то где бы было тело но теперь членов много а тела одно не может глаз сказать руке ты мне не надобно или так же голова ногам вы мне не нужны мы все нужны друг другу врата ада не одолеют церковь и сатана никакая тьма не может одолеть одолеть тебя если ты часть церкви если кровь иисуса христа омывает и очищает тебя если ты идешь туда куда бог тебя ведет если ты исполняешь что для чего бог тебя призвал но если ты отделяешься у меня есть друг один он плотник и у него нету нескольких пальцев и я ставлю его в пример когда проповедую тебе тяжело без пальцев он или тяжело это же молился недавно чтобы они выросли заново но ничего но верю придет придет время и таких чудес и я смотрю он с верой дождает рукой давай будем молиться чтобы пальцы росли пор давай и мы молились и было божье присутствие но не выросли пальцы но вырастут но он без пальцев снова пошел своим детям к своей жене на свой на свою работу одел там свой костюмчик пошел на детское служение продолжал служить и делать только для чего бог его избрал я говорю слушаю а как думаешь а пальцы твои сейчас живы они там чем сейчас заняты о ты нужен телу но еще больше тело нужно тебе и мне я также я такой же и я вместе с вами в этом теле и если ты так раньше не думал если ты уже как тот пальчик знаете там есть какое-то определенное время там два часа это можно морозить потом еще что пришить я не знаю эти чудеса медицины но бог еще более чудес есть это время когда дать тебе еще можно вернуться на то место в которой бог тебя поставил отказаться от своих путей отказаться от греха укрепить руки ослабевшие ноги слова вернуться в ту позицию где ты был примером для тех кто хромает церковь давайте будем все молиться каяться и чтобы мы вошли в новое особенно наши гости кто у нас первый раз я тоже верю что не случайно последнее бывает первым и я не удивлюсь если в конце года вы сегодня пришли первый раз но вы будете дальше и выше тех кто годами ходят но не не сообразили что сейчас происходит отец небесный скажи со мной отец небесный я верю что твой сын иисус христос умер на кресте за все мои грехи я верю что он воскрес чтобы я жил с тобой и я принимаю иисуса христа своим господом и спасителем и я доверяю свою жизнь тебе будь господом моей жизни и спасителя тебе вся слава во имя отца сына и святого духа очень важно чтобы мы принимали причастие с благодарением я так скажу что если мы не с благодарением принимаем значит мы не понимаем что мы имеем причастность к вечной жизни к вечной жизни не все только ты и я потому что я принимаю иисус принял меня и я принимаю принимая этот хлеб мы принимаем исцеление мы принимаем его волю его образ и подобие если у тебя есть сердце что-то что мешает тебе принять сейчас же избавляйся очищайся отрекайся пересматривать свои пути сейчас если у тебя не было силы а ее не было побеждать грех служить богу расставлять правильно ценности и приоритеты не была мудрость сейчас принимаю вместе с этим причастием это новая страница твоей жизни и может быть чернила старые но текст должен быть новый мы отдаемся господь твои руки для нас огромная честь быть частью твоего тела я отождествляю сейчас себя с церковью мы одно в тебе и ты в каждом из нас я благодарю тебя за этот хлеб который есть про образ твоего тела за нас ломимого я благодарю тебя за этот сок который есть про образ твоей крови за нас пролитого и мы входим в новый сезон обновленные святости обновленные в благодати в радости в силе ты так решил ты так решил господь и мы переворачиваем старую страничку где мы ходили своими путями где мы не верили грешили бегали за деньгами за славой за принятием угождали людям мы переворачиваем этот лист мы входим в новый сезон где ты творишь все новое мы пересматриваем свои ценности свою жизнь убираем все ненужное господь и внедряем то что нужно мы начинаем тебя искать искать твоей воли искать твоего лица твоего откровения господь и ходить во свете давайте еще минутку постоим помолимся мне кажется у каждого есть что сказать у каждого есть что попросить поверьте в нем есть все 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 что тебе нужно есть в нем и мы не просто принимаем хлеб или сок мы принимаем его если ты отбился от тела от церкви эта кровь она исцеляет тебя она возвращает тебя если какой-то грех начал царствовать в твоей жизни бог очищает тебя я благодарю тебя господь за этот хлеб я благодарю тебя за этот сок я благодарю тебя за церковь твою за тело твое пусть твоя жизнь пусть твоя жизнь наполняет нас пусть твоя слава наполняет нас и мы входим господь в новое мы входим в святое святых под твой покров в твое царство давайте будем принимать и еще его леска искать его лица еще славить его еще поклоняться ему и еще и 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 подними новые руки чистые без страха сомнения и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь. Яве, Рафа, Элогим, Тебе жадай, Ире, Адона, Бог славу нам являй. Будем петь все вместе. Ты рядом. Аллилуйя. Ты рядом, чувствуя Бог тебя, Являешь нам свои чудеса. Здесь сила сверхъестественная. Мой Бог, ты рядом, Являешь нам свои чудеса. Здесь сила сверхъестественная. Ты рядом. Ты рядом. Являешь нам свои чудеса. Являешь нам свои чудеса. Адонай, Бог славу нам являй. Мы поклоняемся Тебе и поем, Иисус. Яве, Рафа, Элогим, Тебе жадай, Ире, Адонай, Бог славу нам являй. Мы в поклонении. Пой с верой сейчас. В поклонении ты являешься славу нам. Когда ищем, ты являешься славу нам. Мы взываем, ты являешься славу нам. В поклонении ты являешься славу нам. Когда ищем, ты являешься славу нам. Мы взываем, ты являешься славу нам. В поклонении ты являешься славу нам. Когда ищем, ты являешься славу нам. Мы взрываем и являй славу нам! Покладенье, ты являй славу нам Когда ищем, ты являй славу нам Мы взрываем и являй славу нам Покладенье... Когда ищем, ты являешься славу нам, Мы всыпаем, ты являешься славу нам. Яве, являешься славу нам, Ире, являешься славу нам, Рафа, являешься славу нам, Яве, являешься славу нам. Являй славу нам, являй славу нам, являй славу нам, являй славу нам. Господь, спасибо тебе. Мы благодарим тебя и благословляем тебя, Бог, за этот новый сезон, за то, что ты здесь, на этом месте. Мы благословляем тебя. И мы отдаем свою жизнь и свое сердце тебе. Благодарим и благословляем тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы сейчас будем благословлять наших детей, учеников, подростков. Первое сентября. Пожалуйста, на сцену. У них начинается непростой период. Кто учился в школе? Не все, да, учились в школе? Давайте, 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 детишки. Если, возможно, вы студент, подростки многие стоят. Выходите, мы вас тоже благословим. Мы за вас тоже помолимся. Вам же тоже нужно учиться. Дорогие дети, на вас возложена большая ответственность быть отличниками и хорошистами. Чтобы не говорили, они двоечники, они же еще в церковь ходят. Нет, мы должны проставлять Бога, мы должны быть отличниками, мы должны быть примерами. Чтобы потом зарабатывать много денег и быть успешными людьми, нам нужно хорошо учиться. Пока люди еще выходят, вот сюда можно пройти, наверное, больше. Василий, вот сюда, давайте. А где мой ученик, знаете? Святослав Икрыч. За него нужно молиться всей церковью, чтобы он учился на пятерке. Давайте прострем наши руки. Господь, мы благословляем наших детей. Мы благодарим Тебя за этот дар нам, за Твое доверие к нам. Мы благодарим Тебя, Господь. Это Твои дети. Они не принадлежат нам, они принадлежат Тебе. У них есть отношения с Тобой, у Тебя есть отношения с ними. И мы, как церковь, мы благословляем их на следующий учебный год. И мы просим, помогай им, Господь. Пусть ангелы Твои защищают их, берегут, охраняют. Давай им мудрости, Господь, быть послушными, учиться. Пусть их разум открывается к новому знанию. Мы благословляем их воспитателей, учителей, наставников. Пусть у них с каждым будет коннект, с каждым будут отношения. Пусть они являют Тебя, Господь. Пусть они будут лучшие. И через это Ты прославишься во имя Иисуса Христа. Скажем Аминь. Спасибо, дети, мы Вас благословляем, отпускаем. Вперед за пятерками! Друзья, сейчас еще будет важное событие. А кто знает, что сейчас будет? Помашите мне рукой. Не говори просто помаши. Вообще не все. Друзья, это хорошо. Присаживайтесь, наверное. У нас сейчас будет помолвка. Сейчас дети одни уйдут, а другие дети придут. Давайте будем приветствовать Богдан Змеев и Зоя. Смотрите, какие красивые. Жених и невеста. Заметьте, жених и невеста, не муж и жена. Красавчик. Еще год назад, после молодежного выезда, Богдан ко мне подошел и говорит, пастор, я влюбился в Зою. Хочу жениться. А на тот момент Зоя еще была не крещенная, не воцерковленная. Еще одной ногой была с нами, одной ногой непонятно где. В таком состоянии не нужно строить семьи. Она была духовно ребенком, младенцем. Семью должны строить взрослые люди. И я сказал Богдану, Богдан, не смей, не подходи даже близко. Пусть человек воцерковится, пусть человек разберется в своей жизни, духовно возродится, принят водное крещение. И тогда, если от Бога состоится. И как вы видите, я ему сначала говорю, до Нового года не трогай. Он приходит, потом я говорю, до Мая. Он думал, что я ему снова скажу, в Мае до Нового года. Но его Бог проверял. И я в Мае на Пасху говорю, давай. И он подошел, признался Зое, говорит, я хочу начинать тебя узнавать, как невесту, пытаться строить отношения. Она говорит, я согласна. Потому что она уже тоже что-то чувствовала. И на молодежном выезде Богдан сделал ей предложение. Она сказала, да. Поэтому выходят люди, не те, которые просто там что-то начинают строить отношения. Приходят люди, которые уже приняли решение о свадьбе. И просто они об этом сообщают в церкви. Что сестры, все, Богдан занят. А сестры, как будто и не расстроились. Но он мне подсказывает, и братья, братья, все, Зоя тоже занята. Он очень переживал. Все это время он очень переживал, что Зою кто-то уведет. Я говорю, не уведет. Все будет нормально. Я же обещал. Все, братья, Зоя тоже теперь занята. Это жених и невеста. Ну, наверное, немножко, Богдан, чуть-чуть просто скажи. Как ты это все проходил? И вообще, молодец ли ты? Пожелал бы ты что другим? Молодежи, если вдруг пастор им скажет, смиряйтесь, пока не подходите. Что бы ты им советовал? Пастор попросил рассказать, как мы проходили. Мы проходили этот путь. Я пришел в церковь, когда мне было 15 лет. И еще в 15 лет я хотел строить отношения, но мне пастор говорил, Богдан, Бог для тебя приготовил другой путь. И у Бога на каждого есть его путь. И он гораздо лучше, чем то, что мы можем построить своими силами. Поэтому, если вы сейчас ждете чего-то, и у вас этого может быть даже нет, уповайте на Бога. Он сделает гораздо лучше, чем вы. И я говорю вам это как человек, который прошел этот путь. Я вижу плоды. Это действительно так. Бог сделает для вас гораздо лучше, чем вы сами. А если духовное начальство говорит вам что-то, прислушивайтесь. Им правда виднее. Они не смотрят эмоционально. Как мы проходили этот путь? С верой, с надеждой, с любовью. Все, как пастор и сказал, все так и случилось. Поэтому доверяйте наставникам, доверяйте кураторам, доверяйте пасторам. И самое главное, доверяйте Богу. Он начальник, он отец, он гарант счастливой жизни во всех сферах. Слава Богу. Мне кажется, ты претендент в новом сезоне уже. Да? А я говорил вам, Зоя, любишь ли ты этого человека? Я люблю Богдана. Я люблю Богдана. Ты любишь Зою? Я очень сильно люблю Зою. Дорогая церковь, давайте поднимемся и благословим их отношения, чтобы они были в чистоте, чтобы они были в святости, чтобы у них хватило мудрости и сил держать друг друга, себя в руках, чтобы они не поженились преждевременно. Это только помолвка. Нельзя еще целоваться, обниматься и так далее. Но это уже заявка. Это уже серьезно. Господь, мы благословляем Богдана. Мы благословляем Зою. Мы благословляем их отношения с друг с другом. Будь третьим в их отношениях. Пусть в их отношениях будет Твоя любовь, Твое принятие, Твоя благодать на воздержание, Твоя мудрость не переходить границы. Помогаем в подготовку к свадьбе, Господь. Являй свою славу. Устраивай все. Мы благословляем эту будущую семью. Пусть она славит Тебя в каждом дне, во всех делах, всей своей жизнью. Пусть они прославляют Тебя. И пусть эта помолвка не выведет их из служения и не собьет их с Твоих путей. Дай им мудрости служить еще с большим рвением и с большим усердием. Во имя Иисуса Христа. Тебе слава. Аминь. Дайте еще громкие, громкие, громкие аплодисменты. Зоечка, цветы тебе для нас. От нас. Тебе. Все, мы провожаем вас. Жених, невеста, Богдан и Зоя. Сезон открыт. Мы начинаем. Молодежь. Начинаем. Бог начинает создавать семьи. Аминь. Аллилуйя. Спасибо большое, пастор. Давайте еще аплодисменты дадим этой красивейшей паре. Очень красивые, очень красивые ребята. Как минимум 50%, точно. Очень красивые. Друзья, всем хорошей недели. Еще раз вас с новым сезоном. Поздравляю. Ура. Пока-пока. Аминь. Спасибо. Спасибо.